итак всем привет друзья мы сегодня с вами снова на канале великан лаборатория и сегодня вам представлю одну из своих покупок которые сделал порядка двух лет назад и это точилка для ножей китайского производства но я бы сказал что это не совсем китайская точилка потому что скопировали нее с какой-то европейской точилки которая стоит район 200 долларов ну я уверен что она чем-то лучше но стоимость 200 долларов мне кажется это для точилки в перебор данная точилка она стоит несколько дешевле то есть если в рубли переводить то порядка 1300 1500 рублей значит что в ней в комплекте идет в комплекте идет значит чехол для нее ему показывать не буду большой просто тряпичный чехол и плюс еще бруски по моему в комплекте с этой точилка шло порядка четырех брусков или трех значит бруски вот такие вот вот такие бруски они все немножко разные их можно в том числе различать по цвету как вы видите вот мы плюс еще есть белые бруски два из которых у меня уже треснули и так я думаю вы посмотрели вот такие бруски значит чем отличаются эти бруски они отличаются размером зерна и чем больше зерно по размеру тем более грубая обработка лезвия ножа у нас будет чем меньше и зерно то есть причем на самом бруске это написано чем меньше это зерно тем более тонкая обработка будет у лезвия нашего ножа и так как работает данная точилка значит закрепление бруска происходит следующим образом то есть откручивается вот это круглая штуковина вот она думала видно то есть мы откручиваем у меня брусок сейчас как раз вывалился то есть мы его устанавливаем вот в эти держатели и аккуратно подтягиваем с помощью вращения вот этого шарика и и туда сильно я вас прям очень прошу никогда не затягивать потому что когда мы начинаем стягивать он как в тисках зажимается помощью вот этих вот двух элементов и в результате этот сам брусок он может либо треснуть либо может отклеиться от пластикового основания который как раз и закрепляется между двумя этими держателями и так далее как она работает значит сама точилка она представляет из себя следующую конструкцию то есть у нас есть движущийся вот такой вот тот точащий элемент дальше у нас есть как вы видите вот здесь вот это регулировочная по высоте то есть вот смотрите то есть грубо говоря если вот мой палец это нож да то в зависимости от того ниже или выше располагаю я вот это вот точащий элемент да то есть вот эту регулировку тем либо у меня угол самого ножа при точении будет больше либо меньше значит на самой палочки на которой установлен данный механизм они имеются риски они обозначают как раз определенные углы в инструкции это все написано то есть что из-за какой угол и для каких ножей это предназначает что за угол отвечает то есть после настройки мы устанавливаем непосредственно в саму точилку нож как это происходит мы откручиваем этот фиксирующий болт берем нож и сначала одной стороной его фиксируем вот здесь просунем туда вот таким вот образом и подкручиваем обратно этот болт чтобы зафиксировать его в этом положении подкрутили все нож у нас удерживается дальше мы берем вот таким вот образом и по всей длине лезвия вот такие вот такими движениями его затачиваем причем сначала для того чтобы если например у нас есть какие-то зазубрины на самой поверхности мы устанавливаем брусок с самым большим зерном а потом устанавливаем уже когда идет последняя уже обработка это самое малое зерно здесь это полторы тысячи значит что еще могу порекомендовать значит изначально в комплекте вот сюда вот шел такой планка вот шло такое пласть вот на этот вот элемент удерживающего сюда вот одевалась такое пластиковое какое-то покрытие я думал они не я даже жена подумала что это какой-то упаковочный элемент мой выбросил его значит по интернет отзывам люди очень умную вещь предлагают ну чтобы нож не ерзал по пластику а там было ски более немножко мягкое такое основание то есть вот на эту пластик то есть под вот эту железяку сюда можно приклеивать кусочек скотча ну и потом после работы воздирать еще с чем вы столкнетесь сам брусок он быстро достаточно забивается остатками металла и перестает затачивать нож в этом случае я как поступаю я беру оружейное масло и намазываю на палец и просто немножко вот так вот его протираю после того кого протер можно точить дальше ну и когда будет достигнута необходимая острота ножа вы уже можете взять там брусок его также промыть с помощью ветоши обмоченной в масле ну и мне вот в общем то такой вариант больше нравится кто-то пользуется просто водой то есть от все смывает вот такая замечательная вещь она разбирается вот таким вот образом ножки вот эти вот складываются и вот этот элемент он тоже из своего фиксирующего отверстия он вытаскивается дальше вы можете уже сложить в коробочку ей пользоваться где-то в другом месте то есть удобно перенося кстати говоря я специально даже принес возможно возникнут вопросы какого размера ножи можно точить меньше такая вот замечательная вещь которая называется тайга я думаю когда-то кто-то с ними сталкивался ну изначально она была в очень такому удручающим убитом состоянии и именно с помощью этой точилки я сделал ее в общем-то вполне нормально заточенной то есть углы я все вывел по заточке потому что она была на убитая фактически при этом сталь здесь очень жесткая она каленая но вот именно этой точилки мне удалось поправить режущие кромки данного инструмента и я могу именно эту точилку вам рекомендовать к покупке у меня на самом деле есть еще одна точилка она полностью все сделаны из металла но она заслуживает отдельного разговора не скажу плохая она или хорошая есть мне какие-то плюсы есть минусы но сразу скажу мне она понравилась меньше чем данная точилка а про нее обзор будет в одном из следующих видео но ребят в общем то если кому-то понравился обзор ставьте пальцы вверх если кому-то интересно данная точилка в комментариях будет ссылка на данный товар и вы можете зайти на страницу производителей там продавца на сайте алиэкспресс и и приобрести если кому-то данный канал показался интересным конечно же подписывайтесь на нас с вами был великан всего вам доброго пока